На календаре 24 ноября, а работы по озеленению нашего города не прекращаются. Одним из важных этапов благоустройства и реконструкции набережной Франциско-Скарины является ее озеленение и создание единой парковой зоны, которая свяжет различные районы города. Если еще говорить о потенциале города, о водно-зеленом диаметре, то река Муховец имеет огромный потенциал стать в перспективе в Цвета Пойма большим городским парком. Представляете, городской парк от крепости до Красного двора и с двух сторон, значит, с севера и с юга, с юго-западных жилых районов, с юго-восточного, с центра, с Киевки, с Востока. Люди могут ходить в большой, огромный парк, который связан велодорожками, прогулочными маршрутами, экотропами. Это все вот наш зеленый диаметр, а это первые шаги, которые на пути к этой большой цели. Одним из важных этапов создания нового и завершенного облика набережной является ее озеленение. И уже сегодня Брестское предприятие «Коммунальник» активно проводит работы по подготовке к высадке новых деревьев и кустарников на участке от водозабора до речного порта. Работы планируется завершить до окончания текущей недели. Здесь ведутся работы в рамках третьей очереди по благоустройству набережной. Планируется высадить 32 клёна глобосума, здесь 8 каштанов и порядка 315 метров кустов. Кусты – это дёрен, барбарис. Сейчас пока ведутся подготовительные работы, копаются лунки, траншеи. И завтра начинаем выполнять посадки данного материала. Только в осенний период в работах по озеленению Бреста приняли участие сотрудники администрации Ленинского и Московского районов, представители общественных организаций, не остались в стороне учащиеся и работники учреждений сферы образования. К слову, в 2020-м уже высажено порядка 27 тысяч деревьев и 13 тысяч различных кустарников. Работы проводятся в озеленении города для того, чтобы Брещанам было приятно походить по набережной, чтобы не просто газоны, а ещё и деревья, кусты, лавочки поставили. Красивый, чистый и зелёный город начинается с каждого из нас. И поэтому добрая инициатива по его благоустройству никогда не бывает напрасной. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.